Фьючерсы на американские фондовые индексы росли в четверг, несмотря на то, что инвесторы готовились к очередному ошеломляющему показателю о росте числа безработных. Американская валюта вновь стала убежищем. Трейдеры стремятся вкладываться в доллары в неблагоприятных для мировой экономики условиях. Вышедшие накануне стат данные показали масштабы ущерба, нанесенного экономики США карантинными мерами. Впрочем, инвесторы продолжают надеяться на то, что уже в скором времени Дональд Трамп снимет жесткие ограничения и запустит экономику. На этом фоне фондовая Америка преимущественно росла перед выходом очередной порции числа заявок на пособия по безработице в США, которые еженедельно подчеркивают углубляющийся спад, вызванный вспышкой коронавируса. В фокусе внимания инвесторов новые рекомендации президента США по возобновлению работы предприятий в Штатах. На этом фоне фьючерсы на индекс Dow Jones набирали 0,65%, практически не изменившись со вчерашнего закрытия. Индексу доллара не удалось пробить отметку в 100 пунктов, несмотря на сохраняющийся спрос на американскую валюту в качестве валюты-убежища. Вчерашнее уверенное восстановление не получило столь же активного продолжения, и в итоге к началу американской сессии индикатор свалился под отметку 99,50. Если будет пробой вверх, доллар вновь обретет силу. А пока число первичных заявок на пособия по безработице в США достигло 5 млн 245 тыс. Рост недельного показателя немного замедлился, и это поддержало настроение на американских рынках. Тем не менее, поводов для оптимизма еще пока недостаточно. С начала апреля за пособием по безработице обратилось рекордные 22 млн американцев. Другие экономические отчеты, опубликованные сегодня, также имеют негативную окраску. У канадского доллара появилась возможность перевести дух, и если вчера все факторы складывались против луни, то сегодня картина немного изменилась. Заседание Банка Канады прошло, американский доллар ослабил хватку, а нефть выросла после резких потерь накануне. Таким образом, пара USDCAD ушла с территории 41-й фигуры, расположившись во вчерашнюю сессию на отметке 1,4090. Что касается нефти, то она отработала очередное звено снижения. Котировка Brent консолидировалась в районе отметки 28 долларов за баррель. После отката вниз рассматривается попытка пробития уровня 30 долларов. Цены на американскую сырую нефть и WTI отскочили от уровня 20 долларов за баррель. Трейдеры сегодня изучают ежемесячный отчет ОПЕК. Организация спрогнозировала сильнейшее в истории падение спроса на нефть в текущем году, которая достигнет 6,8 млн баррелей в сутки. Только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей. В краткосрочной перспективе перенасыщенность рынка остается острой проблемой для нефти рынка. Администрация Трампа изучает возможность доплачивать нефтяным компаниям за отказ от добычи. Вряд ли эти выплаты будут одобрены демократами, которые в прошлом месяце заплакировали идею потратить 3 млрд долларов для заполнения стратегического нефтяного резерва. На этом у нас сегодня все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас завтра на нашем канале с новыми видео. До встречи!